Всем доброго времени суток. На связи Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. В сегодняшнем видеоуроке мы с вами будем работать с пейзажной фотографией. Вы увидите целый комплекс приемов, который позволит вам поднять контрастность фотографии, увеличивать насыщенность ее цветов. Мы с вами вставим небо в эту фотографию и сделаем отражение в воде. И в конце поднимем резкость фотографии. Давайте перейдем к уроку. Когда я вижу такую неконтрастную фотографию, первое, что мне хочется сделать, это сделать дубликат слоя и изменить режим наложения. Давайте попробуем, к чему это приведет. Нажмем сочетание клавиш Ctrl J и для верхнего слоя установим режим наложения, к примеру, перекрытия. Что у нас получилось? Контрастность значительно поднялась, цвета у нас, насыщенно цветов, увеличилась, но вместе с тем мы получили ряд проблем на этом снимке. Это, прежде всего, то, что мы потеряли практически небо. То есть, оно слишком стало светлым. Его и так практически не было. А сейчас оно еще более осветлилось. На переднем плане, допустим, елка стала вообще черной. Горы стали более темные. Это не очень хороший результат. Давайте попробуем другой режим наложения. К примеру, мягкий свет. Результат практически такой же. Он более мягкий, чем перекрытие, но то же самое. Слишком яркое, светлое небо и на переднем плане мы с вами потеряли, стала елка практически черной. Давайте перейдем к другому методу. Этот метод явно в этом случае не подходим. Нажмем кнопочку «Делит» и верхний слой у нас удалился. Попробуем другой метод. Нажмем на среднюю кнопочку в палитре «Слои» и выберем «Корректирующий слой уровня». Одним из методов поднятия контрастности фотографии является применение слоя уровня, в котором вот эти ползунки черный и белый мы сдвигаем к началу гистограммы. На этой фотографии вы видите, что белый ползунок сдвигать не нужно, потому что сразу же гистограмма начинается отсюда, а черный давайте сдвинем и посмотрим, что у нас получится. Вот я черный ползунок сдвигаю к началу гистограммы. Контрастность повышается, но опять мы получаем практически те же проблемы, немножко в меньшей степени. Опять небо слишком сильно осветлилось, а елка стала слишком темной. Давайте пойдем другим путем. Вернем настройки «Корректирующие слои уровни» в исходное состояние. Для этого нажмем вот по этой стрелочке. Нажимаем «Изображение вернулось к исходному состоянию». Перейдем в палитру «Слои» и теперь для «Корректирующего слоя уровни» мы выберем режим наложения «Перекрытие». Получили тот же результат, что и при создании нового слоя. Когда мы создавали с вами новый слой и также устанавливали режим наложения «Перекрытие», никакой разницы нет. Но теперь мы перейдем в палитру «Коррекция». Ползунки белый и черный не будем трогать, а будем работать со средним серым ползунком. Передвигаем ползунок влево и наблюдаем за изображением. И посмотрите, что у нас происходит. Контрастность фотографии практически не теряется, но происходит осветление средних тонов фотографии. Вот так вот. Вот что у нас получилось. Давайте посмотрим, что у нас было, что у нас стало. Перейдем в палитру «Слои». Выключим видимость верхнего слоя. Вот такая фотография у нас была. И вот такая стала. Вы видите, что контрастность фотографии поднялась. Мы достигли своего первого результата. Подняли контрастность фотографии. Ну, что здесь можно еще сделать? Я предлагаю верхнюю часть фотографии вернуть практически в исходное состояние. То есть, вот такое, немножко затемненное. Каким образом это сделать? Так как мы с вами создавали корректирующий слой, то одновременно с созданием корректирующего слоя у нас создалась маска слоя. Поэтому мы сейчас что делаем? Выбираем инструмент «Кисть». Вот у нас инструмент «Кисть». И на передний план устанавливаем черный цвет. Он у меня уже установлен. Если у вас не установлен, самый быстрый способ это сделать – нажать английскую клавишу D. Выбираем инструмент «Кисть». Давайте непрозрачность поставим примерно на 50%. Не 100%, а 50%. Для этого я просто на клавиатуре ввожу цифру 50. И у нас автоматически непрозрачность стала 50%. Правой кнопкой мыши щелкаем по в любом месте изображения. И жесткость поставим примерно 50-70%. С помощью квадратной скобки, закрывающей квадратные скобки, увеличим диаметр кисти. И кистью пройдемся по верхней части изображения. Один щелкаем на изображение и не отпуская левую клавишу мыши. Вот так вот проходимся по изображению. То есть мы участок с небом возвращаем исходное состояние. Вот теперь я отпускаю левую клавишу мыши. Почему я не отпускаю левую клавишу мыши? Потому что мы с вами поставили непрозрачность кисти 50%. И если сейчас еще раз мы проведем несколько раз, посмотрите, видите, у нас с каждым штрихом, с каждым проводкой кисти у нас увеличивается, возвращается небо к исходному состоянию. А я хочу, чтобы сделать так, чтобы у нас все участки выглядели одинаково, как бы у них был ровный тон. Вернемся в палитре «История» на состояние, на первое состояние кисть, когда мы только с вами один раз провели. Что еще можно, как здесь можно улучшить фотографию? Давайте все-таки нашу елочку немножко осветлим. Сделаем активным слой «Фон». Выберем инструмент «Осветлитель». Нажмем английскую клавишу «О». В настройках осветлителя поставим «Тени» и экспонирование примерно поставим около 20%. Обязательно проверьте, чтобы у вас стояла галочка «Защитить тона». Жесткость кисти поставим на 0 и несколько раз проведем по елке. И вы сразу заметите, что елка осветляется, детали проявляются и она возвращается в исходное состояние. Вот так вот. Можно немножко вот здесь вот на переднем плане мох осветлить. Вот так будет достаточно. Давайте посмотрим. Вот такая фотография у нас была. Вот такая стала. Уже видны значительные улучшения. Мы с вами подняли контрастность фотографии и уже цвета фотографии уже заиграли, как говорится. Следующий момент. Сейчас мы займемся вставкой «Небо». Поменяем «Небо». Так как здесь «Небо» практически отсутствует, мы поставим другое «Небо». Скопируем сейчас видимость всех слоев. И на самый верхний слой этот слой поставим. Для этого нажимаем сочетание клавиш «Shift», «Ctrl», «Alt» и «E» английское. Вот у нас в палитре «Слои» появился слой 1. Перетащим этот слой на самый верхний. Сделаем его самым верхним. Теперь наша задача выделить «Небо». Я предлагаю это сделать с помощью быстрого выделения. Вот у нас инструмент «Быстрое выделение». Я щелкаю левой клавишей мыши в верхнем левом углу и удерживая клавишу мыши, тяну вдоль гор. Так как у нас захватились здесь горы, нажмем клавишу «Alt», чтобы вычесть из выделения то, что нам не нужно. И давайте уберем ту часть, которая нам не нужна. Вот так мы с вами быстро выделили небо. Зайдем в «Выделение», «Модификация» и «Расширить». И давайте расширим наше выделение на 2 пиксела. Нажмем «Ок». Так, обратите внимание, что у нас сейчас получилось. У нас вот здесь вот создалось выделение, которое нам здесь совершенно не нужно. Сейчас мы это выделение уберем. Каким образом? Для этого проще всего выбрать инструмент «Лассо», удерживать «Alt» и вычесть это выделение из общего выделения. Вот таким образом мы с вами выделили небо. Теперь открываем фотографию неба. Вот я открыл такую фотографию. Нажмем сочетание клавиш «Ctrl-A», выделим небо. И «Ctrl-C», скопируем небо в буфер обмена. Перейдем опять в наш документ. Зайдем в «Редактирование». Специальная вставка «Вставить в». И наше небо вставилось в выделение, которое мы с вами создали ранее. Выберем инструмент «Перемещение». Щелкнем по небу. И подберем, подвинем небо так, чтобы оно было более интересным, с облаками. Вот так примерно. Давайте оставим. Что у нас получилось? Небо у нас получилось прекрасно. Но вот эта вот центральная часть фотографии совершенно не смотрится. Надо с этой частью фотографии нам с вами поработать. Что можно сделать? Сделаем активным слой 1. Это там, где у нас находятся все видимые части изображения, который мы с вами... Это слой, который мы создали ранее. Выберем инструмент «Затемнитель». Диапазон установим. Подсветка. Экспонирование примерно 10-15%. Обязательно проверим, чтобы у нас стояла галочка «Защитить тона». Увеличим масштаб фотографии. С помощью квадратных скобок будем уменьшать или увеличивать размер диаметра кисти. Жесткость проверим на нуле. И давайте попробуем затемнить вот эту часть фотографии. Вот я щелкаю, удерживаю клавишу мыши и прохожусь вот по этим местам. Отпускаем и еще раз щелкаем, удерживаю и еще раз проходимся. И еще раз можно повторить наше действие. Так, теперь выберем диапазон тени. Диаметр уменьшим. И теперь, где у нас на участке, который мы затемняли, есть такие расщелины. Вот там мы будем проходиться затемнителем в режиме тени, чтобы выделить их и придать фактурность вот этому участку гор. Давайте нажмем Ctrl-0, чтобы видеть всю фотографию. Еще раз выберем подсветку. И в некоторых местах еще затемним. Здесь в левой части фотографии у нас вверху здесь вот такой яркий участок. Немножко затемним его. Так, ну вот примерно вот так мы на этом остановимся. Сделаем активным верхний слой. И еще раз создаем копию всех слоев, которые мы видим в данный момент в палитре слои. Нажимаем сочетание клавиш. Shift-Ctrl-Alt-E английское. Появился у нас слой 3. Сейчас я хочу более органично вписать небо в горы. Для этого я выберу инструмент заплатка. Вот у нас заплатка в режиме «Источник». И теперь я буду обводить края гор и перетаскивать их на небо. Давайте посмотрим, что у нас получится. Щелкаем, удержим левую клавишу мыши. Замыкаем выделение. Заводим курсор мыши внутрь выделения. Щелкаем левой клавишей мыши. Удерживаем и перетаскиваем на небо. Отпускаем. Вот так. Видите, у нас как бы теперь небо наезжает на горы. Как обычно в горах очень часто бывает. Следующий участок выделяем. Щелкаем внутри. Перетаскиваем на небо. Отпускаем. Чтобы снять выделение, я просто щелкаю один раз левой клавишей мыши в любом месте изображения. Следующую берем часть. Перетаскиваем. Отпускаем. Вот видите, у нас как четко получается. Немножко можно теперь вот эту правую часть гор тоже самое сделать. Выделили. И перетащили. Вот так мы как бы сглаживаем границу. И получается довольно симпатично у нас. Перетаскиваем. Щелкаем. Вот. Таким образом у нас получилось новое небо. Посмотрите, что у нас. Какие интересные моменты. Во-первых, мы с вами сгладили границу. И получается, что у нас небо как-то закрывает часть гор, как обычно реально бывает. И так же у нас на этих участках получились вот такие вот, как бы небольшие просвечивающиеся облака. Как бы туман небольшой. Что тоже очень реально. Ну, что у нас еще здесь, конечно, сразу бросается в глаза после вставки нашего неба. Это, конечно, речка, которая течет внизу. И в ней отразилось небо, которого не было. Так можно, если так можно сказать. То есть, полное отсутствие неба. Белое небо. Но так как мы вставили вот такое небо с облаками, мы должны теперь отразить, сделать так, чтобы на этой воде отразилось небо, которое мы вставили. Давайте займемся этим. Чтобы это сделать, нам необходимо выделить воду. Увеличим масштаб изображения. Самый удобный способ увеличения масштаба изображения, допустим, для меня. Я вот нажимаю сейчас клавишей пробел, control. И щелкаю в любом месте изображения. И веду курсор влево. Уменьшаю, вправо увеличиваю. И делаю масштаб такой, который мне нужен. Вот примерно вот такой. Сейчас я беру. Чтобы воду максимально увеличить. Чтобы было ее удобно выделять. Вот так вот остановимся. Ну, как можно выделить воду? Способов существуют, конечно, просто огромные. Но я опять возьму быстрое выделение. Быстрое выделение. И попробую выделить воду. Щелкаю в левом верхнем углу воду. И веду по воде. Так, вот так вот. Теперь вот эту часть слева захватываю. Так. Вот так получилось. Конечно, у нас не очень аккуратно. Но сейчас мы будем дорабатывать это выделение. Убираем участки суши, которые попали в выделение. Для этого я сейчас нажимаю клавишу Alt. Обратите внимание, сейчас кружочек стал у нас с минусом. И теперь я введу и убираю ту часть выделения, которая нам не нужна. Которая не должна попасть в наше основное выделение. Вот здесь вот скалы у нас попали. Так. Здесь такой островок у нас есть. Так, островок мы с вами убрали. Теперь у нас добавить надо вот эту часть. Вот здесь у нас вот эту часть воды надо добавить. Для этого я нажимаю уже теперь Shift, чтобы добавить выделение. И немножко добавляю. Вот так вот. И вот здесь добавим. Вот так вот. Нажмем Ctrl 0, чтобы полностью увидеть всю фотографию в рабочем пространстве фотошопа. И зайдем в выделение, модификация и растушевка. И давайте поставим 2 пикселя, чтобы растушевать наше выделение. Его сгладить и растушевать. Нажмем ОК. Теперь мы опять перейдем к нашему изображению неба. Ctrl A, Ctrl C нажимаем. Переходим опять в исходное изображение. В редактирование. Специальная ставка. Вставить В. И вот небо наше вставилось. С помощью инструмента перемещения можно подвигать небо вот так, чтобы у нас было напротив вот этого облака, было облако как раз на воде. Вот так можно оставить. Вот так, чтобы было интересней, чтобы были облака у нас. Так. И естественно, так как у нас получился слишком сильный результат, мы просто-напросто уменьшаем непрозрачность верхнего слоя. Наводим на слово непрозрачность курсор мыши. Он принимает вид двунаправленной стрелки. Щелкаем, удерживаем левую клавишу мыши. И передвигаем влево до нуля. И постепенно поднимаем непрозрачность слоя. Увеличиваем непрозрачность слоя. Смотрим за результатом. Вот так, слишком сильно получается. Ну вот так примерно можно остановиться около 30-40%. Вот так. Давайте посмотрим, что у нас было, что у нас стало. Вот такая фотография у нас была в самом начале. Вот такая фотография стала. Вы видите, насколько у нас стало интереснее. Появилось небо, контрастность, яркие краски. Фотография заиграла. И стала значительно выглядеть лучше. Весь план по улучшению этой фотографии мы с вами практически выполнили. Осталось только поднять резкость фотографии. Давайте сольем все слои в один. Нажмем сочетание клавиш Shift-Ctrl-E английское. И перейдем в фильтр. Усиление резкости. Контурная резкость. Появляется окошечко соответствующее. Ставим радиус и изогелию на 0. Эффект поставим на 500%. И теперь будем постепенно поднимать радиус. И наблюдаем за изображением. Так, нажмем пока отмену. Я извиняюсь, мы с вами забыли сделать масштаб 100%. Резкость надо поднимать при масштабе 100%. Для этого самый удобный, быстрый способ сделать масштаб 100%. Два раза левой клавишей мышь и щелкнуть по инструменту лупа. Что я сейчас и сделаю. Два раза щелкаю. Обратите внимание, масштаб стал автоматически 100%. А вот теперь я захожу в фильтр. Усиление резкости. Контурная резкость. Радиус изогелию на 0. Эффект на 500%. И теперь постепенно поднимаю радиус. И наблюдаю за изображением. Я это делаю на клавиатуре. Каким образом я выделил радиус. И теперь с помощью клавиш вверх и вниз увеличиваю или уменьшаю радиус в окне контурная резкость. Минимальный 0.1 пиксела. Поднимаю я сейчас. Вот уже достаточно. 0.3, 0.4 уже достаточно. Даже уже немножко изображение у нас имеет излишнюю резкость. Поэтому берем эффект, немножко уменьшаем. Примерно до 250%. 250-300 можно поставить. Давайте посмотрим. Вот такая была фотография, вот такая стала. Нажмем ОК. Ctrl-0 я нажал, чтобы видеть полностью все изображение в рабочем пространстве фотошопа. Зайдем в палитру История. Сюда ее перетащим, чтобы она нам не мешала. Создадим снимок в палитре слои. Щелкаем вот по этому значку фотоаппарата. Поднимемся на самый верхний слой. И у нас в палитре слои образовался снимок один. Я это сделал для чего? Для того, чтобы можно было сравнить, что у нас было и что у нас стало. Вот сейчас я делаю активным саму фотографию 14-23. Вот такая была у нас фотография. И теперь я делаю активным снимок один. Вот такая фотография у нас стала. Вот такая была. Вот такая стала. Я думаю, у нас получился прекрасный результат. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег. И сайт Photoshop Сундучок. Субтитры создавал DimaTorzok